Еще раз доброе утро. Меня зовут Аня Федосова. Тема лекции право жить. Начну с одной истории. Это рассказ новеллы. О Генри пока ждет автомобиль. В парк вечер. Девушка с книжкой сидит на одной скамее. К ней подходит молодой человек, который многократно его наблюдал. Выслеживал из-за кустов. Заводят с ней разговор о погоде светский. Она говорит, ах-ах, как интересно мне быть среди простых людей, видеть, как вот они тут ходят. И он говорит, вы знаете, что вы самая замечательная девушка, которую я встречал. Она, а, и называет ее деточкой. Она говорит, ну, если вы меня деточкой назвали, то я не буду с вами общаться. Я из высшего общества. Я не могу вам назвать свое имя, поскольку моя жизнь полна светских раутов, развлечений среди этих пустых людей. И они заводят об этом разговор. Она говорит, вот эта шляпка и эти перчатки. Я их попросил у своей горничной, чтобы побыть среди простых людей. Мне так надоели эти холодные, лицемерные люди, которых я встречаю. А вообще не слышно, не слышно? Да. И вот нам дали вчера, когда я слушала, как звенит лед в моем шампанском в бокале. Вот. Я думала, как мне нудно среди этих людей, одиноко, и они мне чужды. Он говорит, вообще-то я люблю все знать и знаю, что шампанское подают охлажденное во льду сразу. Лед туда не бросают. Она начинает путаться. Он представляется, называет свою фамилию. Он говорит, меня зовут мистер Паркинстейкер. Дальше она, обращаясь к нему, путает его фамилию. Ну, как у нас в Камбербэтче называют киберсвочем. То есть она говорит Паркинстук, Пендергаст. А для девушки из высшего общества не присуще. То есть они моментально и навсегда запоминают имена людей, которых их представляют. Она спрашивает, а вы кто? Он рассказывает о том, что вот ресторан, я там в кассе, значит, работаю, вот вышел на обед. Вот. Она говорит, а вон, видите, моя машина стоит, вы меня, пожалуйста, не провожайте. Он говорит, вот та с красными колесами, да, белый кабриолет. Она говорит, да-да, не идите туда. Там написана моя монограмма, я, к сожалению, не могу представиться, потому что вы начнете меня преследовать, а мой статус таков, что не позволяет мне, значит. Общаться они еще чуть-чуть в разговоре посвящают внимание тому, что могут ли они полюбить или начать дружить с человеком не своего круга. Вот. После этого она встает, глядя на часы, говорит, ой, мне пора, меня ждут на коктейлях. И спешно удаляется. И говорит, не преследуйте меня, не идите за мной. Но он по кустикам за ней следует и видит, что она заходит в этот ресторан, предварительно сняв шапку и перчатки. Книгу она обронила, он ее сохранил, подошел к кабриолету, сел туда, сказал Андрей в клуб. Вот. Неизвестно, чем бы эта история закончилась, у Генри этого подвесил и оставил нераспознанным для нас. Возможно, они перестанут прикидываться кем-то и встретятся еще. Хочу у вас спросить, зачем они это делали? Зачем они прикидывались не собой? Есть у вас какие-то версии по этому поводу? Понравится? Понравится. Еще есть? Почему невозможно было представиться самим собой настоящим? А почему-то было стыдно, наверное. Стыдно. Не знает, как быть собой, себя не знает. Незнакомство. Еще есть какие-то варианты? Но если она из низшего слоя, то ей... Возможно, она предполагала, что он достаточно обеспечен, и для нее было бы как-то дискомфортно показать ему, что она... Но она не знала, кто он? Она могла скитать... Она же видит людей разного уровня. И в этом смысле она могла предположить на нем что-то. По поведению, по внешнему виду, там еще почему-то. Возможно. И вот, мы видим двух молодых людей, которые могли бы, возможно, в будущем соединиться. Вот. Они зачем-то рассказали о себе неправду. Мое предположение, что за этим стоит стыд появиться собой настоящим. Возможно, молодой человек боялся, что его будут любить за деньги, за те ауары и активы, которыми он обладает. Вот. А она думала, что ее не примут, так как она есть. Ну, неизвестно. И если говорить о терапии, то часто к нам приходят люди, которые сбиты с толку давно. В детстве и потом, на протяжении жизни. То есть, их образ был искажен еще в детстве. Их не слышали, не видели. Им рассказывали про них что-то другое, не то, чем они являются. И потом они выдают себя за кого-то другого. Ну, из страха, отвержения, из стыда. Они не появляются с собой, не присутствуют в отношениях. Если вспомнить Резника, которого я часто цитирую, насчет того, что если люди солгали друг другу с самого начала, они создают такую систему отношений, в которых их нет. Вот. Лучше бы они, может, и не встречались. Потому что потом, ну, проходят иногда годы жизни до того, как люди определяют, что они друг другу не подходят. Это является хорошим результатом терапии или вообще отношений. Вот. До того люди пытаются всеми силами. Они очень стараются, они втискиваются в чужую фантазию о них. Ну, потому что очень много проекций возникает при знакомстве и потом. И для того, чтобы соответствовать ожиданиям партнера, человек пытается дальше искажаться или скрывает о себе что-то. Причем, люди могут выдавать себя за другого как в одну сторону, так и во вторую. То есть, некоторые пытаются казаться лучше, как вот эта девушка из рассказов Генри. А кто-то не все показывает то, что у него есть, потому что, возможно, ему в детстве сильно доставалось. Вот. И он боится высунуться. Вот. Есть даже такие семейные интеракты, мне рассказывали, не высовываться. Ну, потому что это опасно. И в истории этой семьи были такие истории, когда человек, например, выступил. Или до стих какого-то поста, или нажил какие-нибудь руары. И у него это пытались отобрать. Вот. И наша задача привести человека в соответствие с самим собой. Это когда он декларирует и делает одно и то же. То есть, когда он конгруентен сам себе. Ну, например, если в семье воров растет ребенок, ему говорят, не воруй, не воруй, детка. А он видит, что жизнь обеспечивается за счет воровства, он скорее поверит тому, что родители делают. А не тому, что они говорят. То есть, перед ним двойное послание, оно нарушает коммуникацию. Но, тем не менее, он видит, каким образом его в семью поступают деньги. И он обучается именно этому способу жизнеобеспечения. И, соответственно, если человек соответствует сам себе тому, что он декларирует, то люди это видят, они это считывают. Скрыть себя невозможно, я сразу хочу сказать. Потому что все равно это прерывается, это человек транслирует, от него веет чем-то. Ну, некоторые могут прикидываться такими дурачками, простычками. Да, в действительности являясь очень умными людьми тоже в целях безопасности. Но все равно из них где-то... Ну, человек все равно проговорится. Вот. Поэтому нужно внимательно слушать людей. Рано или поздно человек скажет, кто он, зачем и как. Ну, например, одна женщина любит таксистам рассказывать о том, как она в разных странах была, сколько у нее денег есть, кто у нее муж. Она это рассказывает при каждом визите в такси. Еще трогает таксистов при этом, чтобы молодой человек это все слушал. И при разговоре она как-то выкрикла, чтобы не знали, что они быдло. Вот. То есть она настолько... У нее провал в области признания. Вот. Она очень боится то, что в ней заметят какие-то несовершенства. Поэтому она людям, не зная совершенно ничего об этом человеке, начинает пропихивать какие-то идеи. Хотя она не знает, кто этот таксист. Вот. Понятно ли то, что я говорю сейчас? Вот. Я расскажу, наверное, чуть-чуть то, что Зинкер, Джозеф Зинкер писал в книге поиска хорошей формы о разных семьях, откуда к нам приходят люди в терапию. Эти семьи Зинкер распределил по типам прерывания контакта в системе. И я начну с проективной системы. Обычно в проективной системе это касается не только романтических отношений, это коллегиальные отношения, дружеские, любые отношения, где есть два и более людей. Один быстрее действует и думает, другой медленней. То есть один из-за того, что ему нет времени ждать, ему нудно ждать. Он решает за другого или за многих людей, что мы сейчас будем делать. Другой, ленивым способом, не переваривая, хочет ли он это делать, соглашается для того, чтобы избежать скандала. Ну, он обычно попадает потом на большой скандал. Ну, например, кто-то хочет бросить курить, просит другого тоже. Будешь бросать курить, потом они курят где-нибудь в уголке тайно друг от друга. Ну, потому что один из них не хотел. Ну, первый может быть тоже, если они руководствуются не душевным порывом, а идеями ЗОЖ. И в проективных системах кажется, что жив только кто-то один. То есть он активный, деятельный, стремительный, а другие такие, как зомби, за ним влачатся. И могут так вот все в кино пойти, хотя, может быть, кто-то хотел остаться дома, а кто-то хотел в музей. Ну, надо ходить в кино, и он решает там, ну, это вот как... Про подмену желаний. Потом эти люди вырастают, например, которые в таких семьях воспитываются, приходят терапевтами, жалуются, что не утратили собственное желание, не могут их распознать. Если вспомнить, да, то, что Ван Гуд говорил, что люди, пожалуйста, я вас прошу, помните, запоминайте и замечайте, когда вы счастливы. То есть они даже этого могут напомнить. Вот. И мне нравятся эти истории, когда с людьми дауншифтинг случается. Человек работает, работает там 40 лет, потом едет на корпоратив собственный, заходит в кустики по делу и видит рыбаков. И вспоминает, как ему было хорошо удить рыбу, когда ему было, например, лет 13. И решает бросить свою работу, уезжает на Гуа и там придается рыбалке. Ну, куда-нибудь в экологическое поселение. Ну, этот контакт, доступ у людей утрачен собственным желанием, потому что они слушают других. И эти другие могут быть очень важными людьми, матерью, другом, мужем, женой. И за ярлыками человек не видит, действительно, ну, как дела обстоят. Потому что ярлык, который мы вешаем на других людей, не на себя, мы на них. Ну, мама, сестра, лучший друг, начальник, он мешает разглядеть происходящее очень часто. Дальше. Дальше. Ретрофлексивная семья. Вот я из такой края семьи. Там люди разговаривают друг с другом путем обмена болезнями. Ну, говорит, вместо них симптом. Это очень самостоятельные, независимые люди. У них независимость – это предмет общей гордости. Они мало друг с другом беседуют. У них нет места нежности, теплу. Там нет телесного контакта почти. И иногда они свои чувства отдают дневникам. Ну, пишут там что-нибудь. Читают сами в основном. Могут пить, вот, чтобы там получать тепло. И вместо них говорит симптом. Симптом является регулятором и стабилизатором семейной системы. И, как говорит Леонида Четвертьяк, если ты определи, что делает симптом, то ты сделай это вместо него. То есть, ну, есть методы работы с симптомом, которые позволяют человеку осознать, чего ему в действительности хочется. То есть, вся энергия ретрофлексируется. Иногда, ну, крайний способ такой, краевой ретрофлексии – это суицид. Ну, вместо того, чтобы, например, выразить злость к мамочке или к кому-нибудь, да, человек решает покончить с собой. Вот. Вместо того, чтобы разъехаться с родителем, или человеком, с которым он живет, которого он, возможно, выбрал, не подумав хорошо, не осмотревшись. Интерактивный тип систем. Там должен быть кормящий, должен быть кормилец питомец, человек, которого кормят. Если помните, сейчас есть куколки Лол, у каждой есть малышка, у каждой есть питомец. Мультики, которые на YouTube фигурируют, там обычно старшая куколка Лол всеми командует. Вот. А ее слушается и малышка, и питомец. И вот такая система отношений в интерактивных семьях. То есть, не переваривая, глотать то, что говорят другие, ну, важные люди. Соответственно, у некоторых эти интеракты потом становятся ценностями, если мы их перерабатываем и понимаем, подходят нам или нет. То есть, тут вот дело в том, что мы не понимаем, мое это или не мое. Дальше люди приходят, говорят, правильно ли я делаю. Они сомневаются, потому что их не приучили думать самостоятельно и действовать самостоятельно. У них должен быть свод законов какой-то. И недавно, прямо на днях я общалась с одной семьей в бытовом формате. И муж, они недавно поженились, они молодожены, но им уже хорошо за 50. Вклад жены в эту ситуацию, то, что она молчит о себе. Вот она молчит и ничего о себе не говорит. Он за нее решает, он говорит, все 50 лет до меня ты жила плохо, хотя откуда ему это знать. И вот она не переносит купание в холодном для нее море. Он купается и зимой у него, прекрасно, значит, обстоят дела в отношениях с холодной водой. Он хочет, естественно, чтобы она его в дальних заплывах сопровождала. Ей больше подходит бассейн или какие-нибудь другие виды развлечений. Он подходит ко мне и говорит, что с ней делать, чтобы она перестала, значит, холодно бояться. Я говорю, ничего. Говорю, вот все, пусть бассейн ходит, говорю, вот и плавает. Он говорит, ей надо продуть капилляры. Я, когда это услышал, мне страшно стало, потому что он привык в компульсивной организации, он военный адвокат, она тоже военная. Они привыкли, что им рассказывают, что им делать. Вот, соответственно, сделать что-то с другим человеком, не с собой, а с другим. Это главная идея вот этих вот интерактивных систем. Ну и здесь на интенсиве я тоже встречаю, как люди сомневаются в собственных выборах, в собственных решениях. Им очень хочется, чтобы кто-то им вручил рецепт. Рецептов у нас нет. Ну, задача каждого, наверное, найти какой-то свой рецепт. Дефлексивный тип семьи. Зинкер его описывал про свою семью, например. Он рассказывал, когда его два года не было дома, он учился в другом городе, он приезжает к родителям, говорит, мама, я вот скучал очень, ты как? А мама недавно его перенесла операцию, выписалась из больницы. Она говорит, Жо, а что ты сейчас с прической-то? То есть любая тема, вызывающая тревогу, сразу должна быть размытой. И там люди перебивают друг друга, говорят одновременно. Но кажется, что они вообще не могут говорить об одном и том же. То есть никто другого не слышит. И они гроссмейстерски парируют сразу, то есть переводят тему, например, на погоду. Ну, если слышат что-нибудь, то, что задевает их струны души. Они очень хотят спокойствия, как и любой человек. А все, что это спокойствие может поколебать, должно быть отринутым. И тип семьи конфлюентный. Там, где много слияния. Это когда люди не распознают, где я, а где другой. Границы отсутствуют. Очень часто входят в комнату, не стуча в дверь. Иногда люди не знают, где они вечером будут спать, при том, что огромная квартира, у каждого может быть своя комната, но там, где ночь застала, там человек и ложится. Дети являются продолжением родителей. Им часто не дают вырасти, потому что, упреждая их неуспех, жизнь проживают вместо них. Потом вырастает часто спасатель. В этих семьях встречаются созависимые паттерны. Дети, реверсируя роли и нарушая иерархию, в детстве становятся спасателями своих родителей. И потом чувствуют себя нужными и живыми, когда они вырастают и обязательно находят человека, который обладает какими-то свойствами, к которым они привыкли как-то относиться и как-то с ними обращаться. Для них это привычный паттерн. Если они встречают человека не обладающими свойствами, они пытаются его превратить, несколько инвалидизировать. Тогда они чувствуют себя нужными. И там, к сожалению, речи о собственной ценности и собственной нужности себе самому не идет. То есть они эффективны и деятельны, когда рядом есть тот, кому нужно помогать. И они причиняют добро. Они много пассивной агрессии внесут в систему. В этих слиянческих системах не принято обсуждать происходящее. Я вчера рассказывал на группе о цикле насилия. Ну, если вы помните, да, там эпизоды бьюза, потом люди идут в эмоциональные разрывы, а потом они сладостно мирятся без обсуждения того, что произошло предварительно. Оно куда-то падает, ну, в лету. И, соответственно, потом дальше латентный период, накопление энергии, следующие эпизоды бьюза. Потому что не обсуждать ничего – это, ну, недопустимо. Но люди выбирают не обсуждать, не предъявлять своих потребностей. И очень часто говорят, у меня к тебе нет претензий, ну, на супружеской терапии. И в это время, ну, может хлопать дверями это какое-то послание к жене, понятно. Молчать подолгу. Наказывать каким-то образом. Но при этом говорить, нет, у нас все норм. У нас все хорошо. Вот. Люди о себе не заявляют. Отказываются от своих потребностей. И теперешняя модель брака является моделью слияния. То есть, еще с библейских времен мы следуем следующей парадигме. Двое становятся одним. И до тех пор, пока смерть не разлучит нас, и дают психотическое обещание, становясь на ковер в ЗАГСе или в церкви, что я буду с тобой до конца своих дней. Откуда мы можем знать, что будет завтра? Но мы умереть можем, любой из нас, в общем, в конце концов. И потом людей начинают преследовать страхи. Например, страх потери партнера. Например, он хочет дистанцироваться. После медового месяца он хочет заняться своими делами. Мы боимся, что мы его утратим и пытаемся его вернуть назад. Он может обратиться на терапию с тем, что его преследуют, что ему много другого человека. И тогда возникает такая дилемма. Это шизоидная дилемма, о которой говорят эстетисты. Это о том, что человеку нужно быть и связанным с кем-то, сотрудничать с кем-то, как-то принадлежать. И в то же время ему нужно отделяться для того, чтобы почувствовать и подумать, кто я, хочу ли я туда опять. Ну и получать какой-то опыт при помощи сверки своего состояния. Ну и с тем, куда я его зову, например, кто с ним. И тогда возникает идея, например, чтобы я не потеряла партнера, тогда я должна стать как он, ну слиться с ним полностью. Я тогда должна потерять чувствительность. Так дети теряют чувствительность, идентифицируясь с эгрессором в детстве. Потому что им некуда уйти, и у них нет выбора, куда им деться. И, соответственно, они должны для того, чтобы выжить, утратить полностью, десенсибилизироваться. И так мы можем десенсибилизироваться, живя с людьми, которые могут нам причинить боль, например. И мы не заявляем о себе, потому что мы не чувствуем эту боль. Мы лишаемся возможности. Мы можем также пытаться партнера сделать такими, как мы. Ну, чтобы он с нами во всем соглашался, продуть ему капилляры, например. Ну, это уже насилие. Или над собой, или над партнером. То есть, в одном случае человек может утратить всегда собственные границы, в другом случае он может потерять другого человека. И я не говорю о том, что слияние – это плохо. То есть, оно хорошо вовремя, например. Когда маленький младенец, его мама, то есть, он не может выжить без матери, а она призвана обеспечить его потребности. Она понимает его без слов. Многие люди, вырастая, требуют того же от партнеров своих, любых. Ну, побудь мне мамой. Или сами становятся, усыновляют, удочеряют ближнего. Не спрашивая, нужно это ему или нет. Слияние хорошо, когда мы, например, занимаемся сексом – это прекрасно. Но кто-нибудь это прекращает первый, или оба идут курить. Или пить кофе, или работать. Вот. Все время заниматься сексом невозможно. Нас бы это истощило и стало бы противно. Поэтому отвращение – это одна из границ. Ну, то есть, это маркер той границы, что пора прекращать. Пора отодвигаться, разъединяться и так далее. Когда мы поем хором, мы тоже можем быть слиянием. Но если вспомнить хора, который в Грузии, шестиволосный хор. То есть, одновременно мы принадлежим этому хору, но мы свою партию исполняем. И резники предлагают модель сотрудничества или связанности. Это такая connection model вместо confident model. Это когда люди иногда встречаются для того, чтобы радовать друг друга, радоваться самим. Никто другого не ждет, что тот поставит ему радость самосвалами какими-то. Засыпет его прямо этими радостями. И в этих парах они когда приходят, жалуются часто. Или просто индивидуальные клиенты. Они сетуют на то, что вот опять мы поругались, а мы так не хотели. То есть, оба приличные люди совершенно. Они действительно не хотят друг другу причинять боль и страдания. Они хотят жить счастливо, расти детей, дружить и сотрудничать. Они постоянно заходят на порочный круг. Они иногда даже не помнят, из-за чего они поругались. И тут дело не в том, вторник сегодня или среда. Они могут спорить об этом. А в том, чье восприятие будет определять общую реальность. Ну, вот как у приведенной, например, пары. Муж хочет определять реальность жены. Что она не нормальная и потому, что она не хочет плавать в холодном море. То есть, с ней что-то не то. Ее надо починить. Или я люблю курицу, другой любит пиццу. И, соответственно, он должен тоже возлюбить курицу. Ну, для этого надо чуть-чуть изнасиловать. Или себя, или партнера для того, чтобы жить все время единодушно. Есть мифы о браке, в которых один из главных, что брак должен быть обязательно счастливым, секс должен быть прекрасным, а не просто достаточно хорошим. Люди должны быть единодушны в поиске виноватого. Кто виноват в данной ситуации? Вина перепихивается и обиды. Обычно в созависимых парах они обмениваются виной и обидой. Не разделяя обиду на злость и любовь. И мы должны клиентов этому обучать. Соответственно, если следовать тому, что я сказал, вот эта модель брака и модель семьи, она предполагает то, что человек будет себя искажать. Ну, так как его искажали другие люди. Ну, например, если очень нарциссические родители, они не терпят рядом с собой там владенческой прелести, живости своего ребенка или какого-то различия. Они будут ему рассказывать о нем таким образом, чтобы он поверил в то, что он не является тем, кем он является. Ну, вы знаете, да, когда прекрасные люди, женщины не верят в свою привлекательность. Хотя, ну, им весь мир говорит, что нет, все с тобой в порядке, ты прекрасна, они не верят. Умные люди говорят, да я дурак. Ну, часто этот синдром самозванца, о котором пишут, с другой стороны, эфир Даннинга-Крюгера про преувеличение собственного потенциала. То есть, люди не очень понимают ни про ограничения свои, ни про что они блуждают без карты в чужой стране. То есть, родители им эту карту, к сожалению, не выдали. И не научили прислушиваться к собственному сердцу, к зову своей души, потому что вместо них это делали родители. Они им говорили, как правильно, а дальше кто-то им рассказывает рядом находящийся, тот, которого они или выбрали сами, или они согласились на предложенное для того, чтобы не оставаться одному или в уединении просто. И они про себя не очень ведают. И самое страшное в этой конкурентной модели вообще нашей жизни, у нас насилие в нормативе по этому, это то, что люди о себе могут так ничего и не узнать. Потому что они привыкли жить потребностями других, они их спасают, они определяют вместо них их жизнь. Собственная ценность очень малая. Если нету куда прилагать эти усилия спасательские, например, или преследовательские, то человек проваливается и не знает, они не отдыхают. Ну, потому что стыдно. Вот этот стыд, который сопровождает, что я не такой, у меня не такое детство, я сейчас должен вытирать пыль. Всегда в любом доме найдется что делать, ну и как мир улучшать. То есть они, не ведая своих желаний, начинают очень метаться, начинается гипоманьякальный такой способ проживания, анорексичное поведение. Это не про анорексию, а про способ обращения с собой и с миром. Ну, перфекционистические всякие паттерны. Человек пытается быть лучше, и от этого пассивная агрессия, когда другим рассказывают, а я вот делаю пальто, я тут лучше знаю. Вот, от этого газлайт, от этого буллинг, виктимблейминг, потому что, ну, известный вам про рессентимент. Ницше писал, и Шеллер потом, и Александр Маховиков рассказывал об этом, прекрасную лекцию когда-то. Это про зависть, которая присуща, ну, он писал о рабахе более свободных людях, то есть иногда родители или рядом находящиеся люди могут, не осознавая, но завидовать другому человеку. Это часто лежит в основе буллинга и моббинга. Ну, в школах, да, то есть мы никогда не угадаем, чем мы можем кому-то не понравиться. Люди всегда найдут чему. Прицепиться это могут быть очки, ну, победителя олимпиад, умного кого-нибудь. Цвет волос, вес слишком тощий, слишком жирный, то есть все что угодно. Поэтому пытаться подойти всем или всем понравиться, это задача, ну, невозможная. Или стать лучше, чем есть. А из этого желания подменять собственный образ, то есть себя каким-то деланным образом, оно влечет за собой выход из себя. То есть вот это вот путание фамилии молодого человека, то, о чем я говорил, это она вышла из себя, потому что ей нужно было очень искусно врать. Она путалась, и от этого уже сил на то, чтобы запомнить фамилию собеседника у нее не было. Вот, это вот выход из себя. Из себя невозможно, из не себя невозможно действовать. Ну, потому что человек не в себе. Вот. И когда ему говорят, приди в себя, он плачет, например, в детстве, он может кричать, ериться. Ему говорят, а ну, приди в себя, это значит не чувствуй. На мой взгляд, быть в себе, это чувствовать, быть включенным в момент, в текущий, переживать его. Мы, понятно, не можем все время быть здесь и сейчас. Ну, мы мечтаем, мы планируем, мы можем вспоминать прошлое, встречаясь с друзьями детства где-нибудь. Мы можем вообще ни о чем не думать, нас могут постигать. К счастью, иногда такие моменты. Вот. Но, поэтому, когда приходит человек в терапию, нам нужно начинать с реставрации его чувствительности. Будут, конечно, сопротивляться его окружающие. Потому что это, как в марсианских хрониках Брэдбери, им будет казаться, что к ним пришел марсианин в облике их близкого. Они будут пытаться его втащить назад. Они действительно напуганные люди в семейной системе, потому что они не распознают его как любимого. Он начинает себя по-другому вести, он начинает протестовать, он начинает говорить о себе вдруг. Ну, для того, чтобы отграничиться от них. Они будут делать все для того, чтобы вернуть его в приличное место. Ну, привычное. Но, если он поменяется, то система тоже будет вынуждена приспособиться. Поэтому, когда мы работаем с одним человеком, то мы работаем упосредованно со всей его системой. Потому что мы меняем его отношения. И реставрация чувствительности, это то, что называют преодолением алекситимии, иногда происходит долго. Но эти люди могут быть очень умными алекситимики. Они хорошо могут говорить про идеи, но они плохо понимают, что с ними происходит. Уже хорошо, когда они хотя бы описывают какие-то телесные переживания и симптомы. Ну, могут путать страхи, возбуждения, например. Ну, вплоть до того, что терапевты некоторые выдают им просто таблички или списки. Там, я помню, учебников даже. Там около двухсот было там перечисленных чувств. Обязательно про границы нужно. Потому что без разграничения не происходит сепарации. Без них невозможно отделяться. И главным лечебным фактором является терапевтический сеттинг. Вот, например, то, что тут на пять минут позже лекция началась, да, у меня так это подбесило чуть-чуть. Я люблю вовремя начать. Ну, потому что мне надо будет отъесть время у себя и у вас. Я хочу еще с вами поговорить про вопросы, например. И клиенты могут, не зная, атаковать сеттинг, проверяя границы терапевта, например. У них могло быть в детстве не быть того человека, который бы четко им показывал границы. Потому что, конечно же, никто не хочет огорчать ребеночка. Другу он обидится. Пусть его воспитывают родители, говорит бабушка, например. Потому что обидится и не будет меня любить. Вот. Если не было человека, который показывает четкие границы, то вот это вот блуждание без карты может долго очень затянуться. Вот. Дальше. Про хорошее и плохие чувства вчера на тренерском сборе. Да, мы говорили про стыд, про бессилие. Про бессилие, которое люди испытывают, например, в ситуации, когда они ну ничего уже не могут сделать. А вот это наша идея, надо что-то делать, надо что-то делать. Когда я в терапии, сидя с клиентом, впадаю вот в этот лозунг, там, ой, треба что-то срубить. Вот. Я понимаю, что я вылетел из сессии. Ну, вместо этого, ну, нужно прислушаться к себе, что со мной сейчас происходит. Возможно, сообщить это клиенту, возможно, просто, ну, запомнить и понять, с чем это связано. С обессилием, то есть перед ним, часто стоит ярость. Ну, какие-то непереносимые чувства или те чувства, которые человек считает непотребными, неприличными. Поэтому психоэдукация, вот обучение клиента тому, что любое чувство уместно, прекрасно, это правильно. И переживание бессилия, это очень ресурсная штука. Ну, если еще удастся узнать, что за ним стоит, то есть, если человек, например, говорит, вот ситуация там, и ничего я не могу сделать, и она связана с каким-то человеком, и потом оказывается, что к этому человеку я переживаю ярость, например, и нежность, например, вот, то это уже здорово продвинуться. А оттуда человек уже сам поймет, чего, да, вот то, что Лена говорила на первой лекции, Абейса ему вспоминали, там, про теорию парадоксальных изменений. Если человек понимает, где он находится, что и как он делает, это первый шаг к изменениям. То есть, как-то оно будет потихоньку сдвигаться, это тектоническая плита, на которой, в общем, человек находится, или которая мешает ему двигаться дальше. И поэтому, то есть, работа вот эта по разъяснению чувств, работа с границами, обучение его говорить, потому что много пишут о дисфункциональных коммуникаторах, там, как раз Вирджиния Сатер хорошо описано, ну, как люди общаются. Они могут слать двойные послания, каждый из нас это делает, хорошо бы их понимать. Они могут не заканчивать фразы, называть безличные какие-то формы, ну, начинать рассказ с того, что и вот он идет по двору, кто этот, он непонятный. Если спросить, а ты о каком угоне говоришь, могут обидеться и сказать, ну, как ты не понимаешь, ну, Васенька же, а который Вася? Ну, в общем, дальше может быть острая полемика вокруг этого, потому что, ну, предполагается, что другой должен телепатически догадаться, о каком Василии речь идет. Могут говорить сверхобобщениями, все, всегда, никогда, об абстрактных фигурах, вот эти вот, заботься обо мне, другой идет и заботится. Сообразно своим представлением о заботе, а тому не подходит. Но он не будет скрупулезно прояснять, что это, и учить человека скрупулезному прояснению, потому что для каждого нашего собеседника каждое наше слово имеет свой смысл. Если я сейчас скажу, давайте встретимся вечерком на пляже, вы можете представить, что из этого получится. Ну, может быть, троих я и найду где-нибудь. А скорее найдут тебя. Ну да, то есть, если я скажу, давайте в 19.30 у седьмого неба, например, у правого угла, если стоять лицом к морю, у меня больше шансов вас там дождаться. Понятно, что это всю лень делать. Ну, и боязнь, обиды, утратить отношения, вот эти вот прояснения, зачем устраивать, это плохо. Хорошо бы обучать клиента тому, что если он, например, занимается подменой реальности другого человека, и что за этим стоит. Потому что очень часто тоже из страха потери тогда начинают другого унижать, оскорблять и так далее. Из обиды, из боли, но которую невозможно выразить, потому что, например, мужчина не должен плакать, и тогда ему легче оскорбить, например, свою супругу, бросить в нее книжечку и так далее. И если говорить опять, вернуться к границам, да, то как раз вот тема спасательства на интенсиве так возникала, да, вот, например, представить, что у каждого человека есть свой путь. Он нам может нравиться или не нравиться. Мы можем его считать пагубным, разрушительным, а себя, конечно же, белым пальто, потому что наш же путь правильный, никто не знает, когда мы умрем. Нет гарантий. Мы можем прекрасно себя вести, выполнять все требования и циркуляры, встать на троллейбусную остановку на тротуар, и нас собьет пьяная тетка на машине насмерть, как вот у нас случалось, например. Мы можем вести себя как угодно, пьянствовать, веселиться и в преклонном возрасте в окружении любящих внуков отойти в мир иной. То есть гарантий нет, никто за... Это не школа. Тут никто не будет ставить хорошую или плохую оценку. И определять другому, каким должен быть его путь или его счастье, мы не имеем права, это некорректно, мягко говоря. Ну, человек может идти в свой путь, и он будет страшен и опасен. Я сейчас вспоминал, как Роберт Браунинг давно, он написал поэму про Чайльда Роланда, который шел к темной башне. Он там теряет друзей, претерпевает всяческие мучения, дальше Стивен Кинг пишет свою эпопею, которая от пола вот такого, значит, размера. Там Роланд Дискейн идет в темной башне, и он доходит до нее, а потом начинает свой путь снова. Это проэзистенциальное путешествие любого человека. То есть, ну, так если со стороны посмотреть, какой дурак туда двинется, там страшно. Там гибнут люди. Дойдет ты до конца или нет, неизвестно. Главное, чтобы, если кто-то остался ждать, ну, это про доверие. То есть, учить человека доверию невозможно, потому что оно должно наращиваться в терапию годами, путем создания безопасности этому человеку. И объяснениями, чтобы клиент понял, что доверие это всегда риск. Открываться собой, говорить о себе правду, самопредъявляться, это всегда риск. Ну да, и тут Ирина упоминала, да, о различии между бесстрашиями и смелостью. То есть, страх все равно присущ на. Бояться, но делать. Или решать, не делать. Это тоже выбор, с которым важно с уважением отнестись. И Филипсон говорил, что он с уважением относится к клиенту, который решает прекратить терапию на время или тогда, для того, чтобы путем жертвы собственного селф, части его, сохранить важное для себя отношение. Он уходит в свою жизнь, мы ничего не можем сделать. Мы не можем ему кричать, ай, ты куда, тебе еще терапия нужна, ну давай, оставайся. Так некоторые терапевты делают, а считают, что это неправильно. Потому что мы тогда делаем человеком, то, что делали с ним его многочисленные люди из окружения. Вот, и обучать, ну, верить себе, и, потому что единственный компас, который у нас есть, это наше сердце. Вот, больше у нас нет ничего. Даже если у нас не полная карта, или вообще карта отсутствует, мы можем слушать себя. И сегодня нам предстоит совместно перейти в экватор. И вместе, ну и каждому из нас по-своему. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Каждый будет его воспринимать по-своему. Я, думаю, вам желаю с этим справиться достойно. Спасибо. Есть ли ко мне вопросы? Мощно мнение, отзывы, жалобы и предложения. Кроме вопросов. У нас еще есть две минуты. Очень интересная лекция. Спасибо. 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 Спасибо.